Иногда глючит из-за этого. Окей, поехали. Первый пик бан у фнатиков. Всем привет, с вами портал Гоха.ру. Гоха.тв комментирует Белоздюк. Для тех, кто смотрит записи, это гранд-финал Диффанса 3. Формат встречи был 5, первая игра. И вертали опять совбан от фнатиков. Ну и конечно же, Висп. Никто не хочет видеть Виспа. Но он теперь уже Ио называется, после последнего патча переименовали его. Но он от этого менее злобным не стал. Никто не хочет Хаос Найт Висп, Тинни Висп и ну и любые другие герои Урса Висп. Хотя это больше, конечно, для паба. Но и даже без этих героев слишком он хорош. Ну и будет ли бан Никса и Котла, которых тоже очень любят банить. На Диффансе по статистике Котел, по-моему, вообще из банов пиков весь сезон там не выходил. Я сейчас уже не вспомню, я очень давно смотрел. Потому что разрыв между финалами Диффанса был очень большой. Буквально это месяц, что-то в этом духе. Но Котел на Диффансе был очень популярным в стадии группы. Ну, Бэтрайдера, Фнатики забанили. Ходовой герой Виртусов. Но и Никса Ассасин, скорее всего, сейчас будет пикнут ферст пиком от Фнатиков. Так как Котел все-таки в бан отлетел. Ну и чаты все читаю, поэтому пишите, комментируйте, общайтесь и так далее. Потому что... И всякий фидбэк тоже не забывайте вставлять, потому что... Все-таки Лансера взяли первым. Не самый такой стандартный ферст пик. Захотели забрать первую имбу, но... Вопрос в том, будут ли Виртуса заниматься тем, чтобы законтрить его, либо же просто будут играть в свою игру. Возьмут Никса, Сайленсера. Сайленсера. Ну или Магнотагра. Еще один момент. Ну да, вот я только хотел сказать про Нейчер Профита, что его Виртуса не забанили. Потому что он очень... Ну, Фнатики личным встречам очень сильно досаждали этим героем, Виртусам. И его не хотели. Они, видите, его сами запикнули вместе с Никсом. Ну и тут сразу вырисовывается, что... Ну тут Никса, конечно, можно пока еще по-всякому отыгрывать. Не обязательно, что он в мид пойдет. Возможно, он еще саппорта... Саппорта отправят в Триплум. Но профит тоже еще непонятно, куда уйдет. Скорее всего, это СО сложное. Хотя, возможно, варианты, конечно, через лес. Смотря, кого они еще доберут сюда. Могут, конечно, 2-2 поставить. По последним играм где-то я видел 2-2, уже линии ставили. Исходя из своих особых соображений. Фнатики решили хардкор запикать. Сэмми-кэри себе еще добирают. Блэнт Хантера. И Рубика. Ну, предвидя, видимо, Магнуса. Либо же Сайленсера. Упреждающие его запикали. Ну, скорее всего, сложное. Тут думать нечего. Рубик будет вставить в Трипле. Ну, как минимум. С Лансером. Ну, и вопрос в том, будут ли Виртуса Магнуса себе добирать. Потому что, скорее всего, его дальше забанят. И будут ли вот Шейкера пытаться пикать против Лансера. Тоже вопрос еще такой интересный. Потому что последним играм, что я видел, Шейкером никто не пытался с Лансером бороться. Потому что не всегда это удается. Не всегда Шейкер успевает Даггер купить нужному моменту. Прямо так скажем, когда он нужен. И не всегда у него адекватный уровень ульты. Задумался ИНС. Ну, и, кстати, штрафного времени не отняли у них время. Штраф не повесили. Поэтому обошлось. Вот для Виртусов с опозданием. Сколько? 15 минут примерно. 40 секунд. И Пака добирает мид. Интересное решение. Опять же, Рубик очень хорошо будет мешать прокасту Пака. В том плане, что может украть и Сайленс, и Койл. Видим, Шадоу Демона сразу же банят. Не отдадут его ИНСу. Ну, в свою очередь, Виртуса банят героев, которые пойдут на мид, скорее всего, у Фнатиков. Ну, могли бы выйти в мид. Забанили Тинкера. Потому что Рубик от Фнатиков навряд ли в мид пойдет. Вероятность этого крайне мала. Ну, и Вайфстиллера в бан отправляют. Вот моя мечта сбылась. Вайфстиллера мы в этой игре, как минимум, первой не увидим уже. В бане он находится. Хотя он Вансера вообще, в принципе, даже и близко не контрит. Единственная проблема может быть, если Гуля немножко расфидить. То тогда Вансер не успеет собраться, чтобы что-то сделать с Гулем. И Мауэйт импрув, да. В общем, решили не шутить с Вайфстиллером. Хотя в начальной стадии они, в принципе, примерно равны по силе. У Вансера есть от Мюк. Отличный замедлением. И Чена забанили. Ну, решили саппорт. Убрать у Фнатиков. И, возможно, сейчас забанят, ну, Магнотавр. Ну, мне видится, что в бан идет Магнотавр, на самом деле. Сейчас от команды Фнатик. Хотя, в принципе, они имеют возможность его сами пикнуть. По большому счету. Но ему тогда стоять. Ну, он вообще, конечно, в мид может пойти. Потому что Мидера у них нет до сих пор. Магнотавр, в принципе, неплохо себя может чувствовать против Пака, если будет очень аккуратно стоять. Ну, все-таки Ванат с Вансером тоже справляется. Ну, конечно. Мультиатака. Но ульт против Вансера абсолютно бесполезный. Потому что куча целей. Весьма сомнительно, на самом деле, было банить именно Луну. Лично мое мнение. И Квапу забанили. Виртуса. Еще одного мидера. Посмотрим, кого себе на мид. И в трипу доберут Фнатики. У них осталось в сумме 60 секунд. Хотя тут еще один пик есть. Но на этот пик. И на мид добирают себе Темпларку. Давненько ее не было. Но против Никс Ассасина, если Никс пойдет в мид, то она будет себя не совсем удобно чувствовать. По той простой причине, что он просто и ману сожжет. Буквально с двух прокастов. Очень ей там будет неприятно. Не сможет она спамить рефракшенами. А вот Никс Ата там не так просто будет убить. И Лину добирает виртусам. И очень даже нормальный вариант. По той простой причине, что здесь куча тонких героев. Ну да, у Темпларки есть рефракшен, но у них у всех очень небольшая прирост силы. И Лагуна плюс Койл и Нейчер Врес. Да и опять же, прокаст Никсау. Тут очень сильный прокаст выходит в сумме. Эти герои могут очень сильно потерпеть на определенной стадии игры. Но и у виртусов тоже пик не самый толстый, учитывая наличие Баунти Хантера и Леона. Дуэль двух фингерщиков. Вот этого уж точно давно очень не было, когда Леон и Лина в разных командах. Мне уже нравится эта игра, по крайней мере по пику, потому что вот, наконец-то, что-то интересное изобразили. И Вивера добирает виртуса. Интересный фиг. Ну и смотрим. Смайл садится на Никса, Кси на Профита, Энэс на Лине, Лидан на Вивере, и на паке у нас будет играть... Ой. Крейзи. Крейзи будет играть на паке. У Фнатика Фуэра садится на Лансера, Флай на Рубика, Хани на Темплар Ассасин, Нотел на Леоне, и забыла, к сожалению, последний ник Фнатиков, кто там у них. Стыд и позор, слишком мало их игр смотрю, и забываю, тоже у них там пятый. Сейчас мы исправимся. Ну, тут понятное дело, что пак пойдет мид, хотя, конечно, не факт, что пак на мид пойдет мид. Возможно, всякие варианты. Стоят паузу, и видим, что ФК... А, ты... Трикси. Трикси у нас там герой не добрал. Действительно. И дисконнект сразу. Фнатиков один. Табличку. Skype Problems. Ну, на самом деле, Skype не самый удачный вариант, по большому счету, потому что он часто лагает, поэтому... все-таки некие аналоги какого-нибудь TeamSpeak'а, наверное, лучше использовать для общения во время игры, потому что Skype очень любит глючить очень неудачные моменты. Откроем сразу закупы. Более удобно сделали эту табличку визуально. Так, и видим, что быстрый боттл только у Templar'ки. Быстрый фарм... Быстрый бутылки будет. Ну, и тут варды в центре. Ничего сверхъестественного нет. И один момент, я не поставил... Прошу прощения, Simple Colors я не выключил. Сейчас исправлюсь. Видим, Virtus'а пошли в смоках искать того, кто выйдет сюда чекать руну. Фнатики же сюда не пошли. Предусмотрительно. Видим, что здесь возле Тир-3 стоит фантомка. Здесь же трипла, Леон, Рубик и Лансер уже под вышечкой, и поймать их будет не так уж и просто. И тут, в принципе, никого не выцепить. Внизу у нас стоит баунти-хантер на сложной. Фнатиков. Ну и посмотрим, как в Virtus'а все разойдутся. Абсолютно никого не нашли, но Фнатики, в общем, были готовы принимать. Лансер скиллы не учил, мог бы выучить им вес, Леон тоже без скиллов пока. Так, ну и пак, скорее всего, остается на миде, и трипла останется здесь, наверху, и фармить. Ну да, все-таки Никс здесь будет в роли саппорта, и Фрион уходит на легкую. Так, БХ поднял у нас Руну Инвиза. Паром и пошел смотреть. Пошел смотреть, возможно, попробовать забочить спот. Вот этот, нет, решил напасть на. Кси. Да, у него пара тычек халявных. Посмотрим, как пак отстает против Темпларки. Тут забанили, точнее, не забанили, а фнатики сами к себе забанили спот, между прочим, этим вардом, и виртусам даже не пришлось. Ну, фнатики зачем-то поставили свой сентри сюда, который банит им спот, потому что моба тут не резкнется. В общем, очень странный мув от фнатиков, на самом деле, зачем свой же спот банить, и развести просто на вражеский сентри, и теперь его бить, но, в общем, непонятно, действий немного. Потому что спот они сами себе банят, и, видимо, не понимают этого. Хотя должны бы, потому что сами себе забанили, видимо, пошло копье в лину, но Робик не подошел с телекинезом, Леон тоже далеко был. Внизу у нас аккуратненько стоит. Так, и темп ларка несет себе уже бутылку, у курицы проднят, поэтому ползти она будет очень долго. У вивера 4 крипа, и на этой линии у лансера пока всего 3. Ну, в принципе, выравно. Конечно, тут в плане дизейблов одинаково все, ну, за исключением, что с плеша несколько больше виртусов, потому что 2 АОЕ стана. Все-таки у Робика, ну, АОЕ не такой крутой, как у той же Лины и Никса. И сейчас будет ФБ на Леоне, выделил у него прокасты, забирает Элидан себе ФБшечку, но и Лина пробует убиться на крипах, но не сагривал крипов, могла бы пробовать сдохнуть на них и один в один разменялись. Очень неосторожный выход был сейчас от Леона. Ну и плюс, конечно, что вивер забрал ФБ, сразу уже 900 голды, будет он опережать, немного лансера, несмотря на то, что там всего 200 поднял, через Базиль, кстати, вансер играет, возможно, его в Транквилу разберет потом, скорее всего, так и будет, разберется, вперед Транквилы, ну, в начальной стадии будет через регион маны стоять здесь, в миде, в принципе, тут ситуация равная, хотя нет, не равная, Крэйзи очень сильно уступает темпларке в два раза по крипстату, и вирту-саб все-таки разбили этот спот, хотя, не забанит спот, видимо, просто тут Леон постоянно ходил и сам себе мешал спауну крипов, потому что у него спот все-таки не банится, либо вард поставили, немножко не в той стороне, но этот спот очень такой на варды очень хитрый. Крипстату ансера 7, вирта 13, тут, в принципе, баланс у нас наблюдается с определенным по миду и топовой линии преимуществов там и там есть небольшие но у разных команд по опыту небольшие преимущества фнатиков. ну пока не очень агрессивно команда себя ведут на четвертый минут всего по одному фрагу на этой линии можно поагрессивнее стоять немножко пытаться сжечь ману тому же рубику чтобы он не мог давать телекинез предпочитает экономить мп на станок внизу живопрофита дела не очень клево только с базилием во время как бх хотя бы ботинок себе уже взял ну на х профит видимо будет медас пытаться себе собрать темпы арки ботинок бутылка у пака тоже ботинок бутылка так и вивер ну конечно не обязательно это будет линкин сфера просто ринг о хелс для регена чтобы было немножко удобнее стоять на линии ну и рубик с леоном вообще без денег практически видим мы что у них по пара хрипов всего и сейчас убьют здесь рубик отлично стан от лины и добивает и вивер и леона еще добивает здесь лина отлично можно в принципе пробовать лансера добить если бы вот сюда бы пошли бы за ним но нет не рискнули лезть хотя в принципе могли у них есть здесь еще nature profit можно было пройти пытаться его там и забрать но вместо этого сейчас просто запушат вышку с пнями на 3 прокаченные тренды и это минус тир-1 вышка натик на топе вовремя прилетел профит и видимо бы х не успел сказать не успели среагировать и не на топе и не отошли от этой вышки потому что драться там нельзя был слишком они сейчас слабы у леона до сих пор первый уровень рубика телекинез первый болт на два поэтому говорить не о чем стоять там было нельзя этой вышкой нужно было просто сдавать отойти ни в коем случае не сидеть на два фрага хорошо что еще лансер там не умер обходит лина снегсом вот здесь верно немножко заторговал нет еще ульта и добивает его рубит но в ответ добивает леона такой себе размен все-таки ливер более ценный пытается ли сбивает тосом бх тп лины и 0 в 2 0 1 1 2 разменялись фнатики или он просто слишком быстро резается он только только второй уровень моментально рез у него ну лейдан очень зря нафидел потому что лансер до сих пор еще не умирал есть у него один фраг да вот а даже не стал базили разбирать он сверху еще сварил транквил видимо во владимир все-таки будет уходить в базилия но транквил разбирать не будет здесь увлеклись конечно виртуса зааркадничали мы попотерлись очень нагло бежал здесь нельзя так было заходить учитывая наличие все-таки станов вышки которые можете просить но и без ульта тоже так далеко залазить в вражескую линию обороны не стоит харасси здесь немножко лансера лион пытается на крипах ну да настойчив крипов но скорее всего они вместе с рубиком их зафармят потому что лиону нужно поскорее шестой поднять у лины четвертой не лагуна пораньше появится чем десфингер нет профит все-таки решил не делать меку тайминг конечно уже был не самый приятный точнее мидас варит меку мидас отказался если даже собирался видимо что барабаны будет делать темпларка брасер тут уже есть никаких быстрых даггеров поездок пт быстро дизоли тоже пока не планируется верта собирался пт вот кстати не совсем традиционная последний времени игра за виверов собрали ботинок обычно играет вообще 60 без ботинка сдувая здесь леона с прокастой линой долетает на чем раз бх и практически убил была бы лин и конечно лагуна бх бы оттуда никуда не ушел ну нужен шестой уровень нужно где-то пойти дофармить его поскорее уйти отсюда и пойти в свой лес докачаться скорее всего потому что здесь опыта очень мало линий достается все фармит вивер леон уже четыре раза умер между телом до сих в и цепь и пак полетел на нижней лайн напрягает бх профита есть еще песочек можно просветить бх и через кое попытаться убить его ну должны понимать что он где-то тут да вот он сейчас светится дает еще трек но сверху подходит темп ларка сюда на эту линию и подтягивается еще и рубик и профит очень за трудительном положении ему наверно стоит улететь до делает он отсюда тп потому что его просто бы сейчас зашли за вышка был убили темп ларка бы танканула первые пару выстрелов от вышки и спокойно бы там профита убили но это кто сам избил бы х мтп никуда бы он оттуда не ушел на и чем раз особо бить некого если только ли он сейчас по башке прилетит будет им очень больно потому что его скоро будет убивать это ульта на самом деле когда профи докачается до 11 уровня то ли он с таким запасом хп будет очень больно вот он сейчас постоял было пошел покачаться в мид и даже через койл пак его убивает немножко перестарался в принципе не такой же долгий откат койла и сейчас буду следом кушать ленка трасс уже зафиданул подходит сверху лансер ты пасть сюда дает ли он но ли он вообще ничем принципе не может помогать драки делать сюда ты по этим парочка есть уже все на барабаны но еще не принесла дает ловушку но еще профита забирает его с ударом пока не малой крови виртуса отступили но застоялись здесь были всего вдвоем видели т.п. нужно были поймать что кто-то из леса можно подойти ну надо было пораньше отойти ну жадность погубила профита хотели вдвоем на халяву вышку сбрить очень аркадный виртуса играют вот вот этот слив здесь вивером вот здесь слив фурионом абсолютно ненужный ну зачем вот так вот рисковать и фидить вражеских перри когда можно спокойно отойти и собраться в четвером но никак не вдвоем пойти спокойно запушить эту вышку несчастную но она еще не динайбл и я вот тут проморгал внизу убил никс ассасин с профитом бх с песком и в миде тем временем убили рубика переключился посмотреть пока 5 через койл сайленс или золи просто сбрил рубика у которого всего там 700 хп он с прокаста очень легко сейчас уходит о чем я и говорил на стаде пиков даже еще 644 то есть просто без шансов если он факт на него прыгает рубик конечно же сразу дохни и будут пытаться нижний вайн сейчас кушать втроем есть с барабанами пробок вино ли он до сих пор без ульты но сейчас вертуса не стали жадничать отошли на топе здесь вир развлекает да все таки это все линкин сфера будет боится ульта лиона слишком он тонкий но его линкин сферу можно спокойно сбивать как и спирит вансом так и хексом так и страйком поэтому тут много чего можно подсбить линку ну наверное не сам он и бкб наверно было более таким решением возможно динает вышку рубика и никс ассасин забегает ну здесь нельзя сейчас нападать но все-таки кидается на рубика взбивает а ну да на еще в раз еще долетел конечно же ну фнатики очень не вовремя отошли кинули рубика одного а вир тем временем мешает вансер качаться в лесу мы на него уже заходит ли он хекс спирит ванс и сейчас отсюда никуда мира конечно не отпустят темп варка еще смелда выдала ему удар и начинает она судя по всему яша собирать появляется мне уже будет афа лакрити ну слишком дерзко вивер бегает чужом лесу вардов у них здесь абсолютно никаких нету виртусов они вообще не видят кто выходит и откуда выходит ну и конечно же нет еще линькин сфера слишком много ведет себя не верт что-то солиданом не то два раза зафиданул всего два фрага пытаются запушить на теке практически полным составом 4 стоят буха немного дальше пробежал нажал барабаны зачем-то принципе мы ничего не угрожало но перестраховал и через вагону забревает здесь в рубиколина и дисконнекту ли он и почему поставили паузу ли он здесь выпал очень неудачно и сейчас возможно не спасет из-за этого темп варку потому что кстати для тех кто не в курсе команда поставившие паузу сейчас не может двигать камеры а паузу поставили фнатики этом камера не сейчас не сдвинутого вертуса спокойно камеры могут поводить кликать правда нельзя на чужих героев но это вот с последним патчем ли да я швари парка правда есть и не мл но посмотрим есть и тут просветка а просветки то тут и нет поэтому принципе да никто темп варку здесь не убьет станет она в мыл ли он был залагает вернется подойдет до 100 все таки есть нужно шестой и finger of death наконец-то он проучил этот скилл поздновато конечно всего в пятнадцатой минуте лансер собирает тоже яшу владимир пока не делает ринков акрила сварил все таки не стал играть через соу ринг на 2 прокачал дуб волк не особо там разница по мане если не максить зашел ли он как есть уже мека проморгал я этот момент станет варку возможно не дадут и просто напросто то уйти в мэл забирают ее отличного сыграно не дали просто но в ответ к сразу пошла какой стан пикса забираетесь следом элансера и бланки хантера 0 4 в целом размен получился и плюс вышка отверху слов для койл конечно помешал темп варке нам побежала и разорвала по моему там уже понял еще возможно показалось пол не был разорван но в итоге станами просто и он глушили по кд с таймингом отлично куда она не спряталась намного сильнее конечно проказ виртусов потому что массу здесь нормальный даже два массу тоже у фнатиков вообще нет но если только рубик у кого-нибудь не выкрадет например тот же dream coil этому 5 на 5 за миссии сейчас они очень слабы слишком много а у ее дэмаджа залетает особенно учитывая тонкого рубика с лионом которые практически моментально дохнут замесе у ансер не особо толще ну и практически есть линкин сфера у или дана и ник сейчас будет выходить на тэмп ларку винде то здесь в откате есть у него гем чтобы полить ее мёд так вивер тут уже побежал побежал новым никс не торопится миндету нажимать никс покупает даггер интересное решение самом деле чтобы побыстрее играться замесы смайл вводит новую моду на них с ассасина на паке тоже есть даггер ну и больше таких особый темах крутых нет ни у кого пара аркан и все в свою очередь у фнатика совсем все плохо с этемами тут по гауди 5000 преимущество вирту софу то 3000 не такое критическое преимущество но непонятно как фнатики в этой игре сейчас будут вырвать игроки 5 на 5 тут нужно как-то ходить по одному убивать его попробовать убить лину либо же пока в начале за место чтобы они не выдали проказ потому что очень много дэмэджа заносит факт акса вообще полкоманды убивает так и побежали видимо за лансером сюда авансер кстати все таки не я что решил делать а диффуза первым и тема но 20 минута близится у него и близко их нету и скорость атаки никакая потому что у него транквил вместо пт лансер абсолютно сейчас бесполезен и давайте ему никто здесь не даст докачаться на 5 как-то подфарминг сгоняет его или dance место кстати джимина латак на единицу между прочим очень низкий откат зато минус армор со сворма пораньше раскачан ну и на самом деле от этой пассивки вначале но у него принципе дамага особо нет поэтому ее максимум возможно смысла не имеет данной ситуации конкретной для пуша все-таки своя болезнь проще убить вражеских героев никсом свиньет и больше дамажа с руки профит ну и сейчас решит стран я вообще прозевал как сейчас ли на леона грохнула на самом деле просто где-то вот здесь в саду и вообще даже попытки не делать знать как-то свою вышку ли он вот на просто так сейчас умер сбивает линки сферу верм сразу нажимай тут восстанавливать себе хп покидал бы х треки ну на теке очень очень пассивно защищается даже не откидывает станы ли он в х очень далеко вышел но неужели он гем не видел куда же он за леста и слагун его сбривают куда он шел ну как как он не видел даже гем сейчас не на микси гем на вибери ну не суть важно залетел я сейчас парк нет парк не стал с иллюзори вы выпрыгивать баунти хантера них сгрокнул попытался загинает вышку вансер ну и на получила 500 голды ну в на теке такое ощущение что вообще в принципе не хотят защищаться ну пойдите да умрите пятером ну попробуйте их убить зачем вот так вот по одному сливаться как-то тянуть время но того что вы стоите тут дефаетесь у вас и ты мы не появятся в плане того что сливаясь дефать очень странный метод защиты у фнатиков на самом деле отдаваться по одному залетел сюда с даги ранюк сдал стан по двоим дремплоев троих саленс длина тут тоже прошлась парку же деболкил на элина ты еще пара фрагов себе забирает даже не лена там линии досталось ну и сдохли вот в атаке далеко вирту сам зашли сейчас на развороте темп варочка заберет ли ну да сбивает это сам т.п. 23 понялись вот это и надо было сделать еще вот здесь пока стояла тир-3 вышка зачем было тянуть они во первых на фидели на опыт подкачали оппонента вторых потеряли вышку на фидели лину почему сразу здесь было не выйти то же самое сделать что сделали сейчас то зачем было затягивать непонятно можно было еще вот тут вот начинать как-то кого-то подцепить дайте ульту леона того же пока и попробовать как-то меняться но он не видеть по одному так и нюкс все-таки догон будет варить скорее всего с этой штуки а вивер собирает мкб надо полагать пак делаю первый темп для хекса себе купил мультимейтор темп варки пока ничего нового не предвидится бх варит бкб а судя по всему рубика и близко нету неким и он с одним тапком так лансером лансера только диффуза и в общем очень печально конечно и там и длина длина с барабанами чем 0 много денег она получила на потратила пока непонятно очень куда центре варда той другой команды гем они еще не кстати где он куда-то перешел потеряли что действительно за месяц он смотрел глазки петри бегать здесь хурион бежал здесь далеко них вак запрыгнул с про касту бюллиона через койлы за рер сайленсом забревает вагуны темп варку байбэк пока один в два разменялись флаг здесь рискует умереть shift и даже можно уже на ноге просто выйти отсюда дадим же они прошлом замесе потеряли совсем не завтыкал но вот это уже больше на похоже на правду от фнатиков плане дефа что они начали принимать драку не отдаваться это и надо было делать самого начала вот таком темпе могут в принципе и не отдать эту сторону хотя конечно наполовину здесь уже барак пробит непонятно почему верту сара ашаны не заберут и с ним выйдут добить этот барак вот странно очень линии мы вот 11 уровень поднять чтобы вагуна была 2 уровня и сейчас найдут мп арку варит на себе бкб практически уже есть рецепт только осталось купить верту сад все-таки не решать с них не группируется они здесь сейчас надо вот отходить отсюда уже отличный удар смелда в никсом или кинезом можно было попытаться принять вира если где он был чуть ближе отличный хайл почита потроим твой залетел сален или за риор залетел вниз тоже следом них еще прыгнул дал стан также на еще врос ну и это минус барак сейчас будет конечно тяжело что-то против пока делать особенно вот этим героем потому что они дохнут с прокаст залетает факт на дагере дает прокаст летает никс тоже дает стан свиндеты там еще ударяет и сразу два чара рубик принципе ничего не успевает украсть поставить тот же кайл паковский на виртусов слишком он тонкий 900 хп для такой стадии игры очень мало для рубика ну и плюс у него нет ни даггера не просто абсолютно ни одного и там какой который позволил бы как-то ему убежать из драки чтобы украсть спелл поставить его на оппонентов ну и сейчас будет очень без рошана виртуса решают давить дальше сбивает линку веру так и рубик украл себе не украл такой себе стол конечно вот лагуна был украсть у линны было бы прикольно в два нюка можно спокойно было убить вивера то есть бить и малинку поставить на него хекс стан какой-нибудь и в разультиции и минус вивер сразу и пак дособирал хекс и теперь все совсем плохо будет темп ларка вообще в принципе драться не будет если пак очень идачно залетит и профит не короче я купил получил здесь трек в никс ассасим и сейчас он отсюда даггером блинкается ну конечно отлично и там против темп ларки несмотря на замедление можно прыгнуть всегда и вот все-таки на рошана вышли вирту сам ну и запрыгнуть в принципе неким нет ни одного даггера и просто отдают знать этого и рошана не решаются они там драться там девца буду только на своем хг фантом лансер с барабанами ты пларка с барабаном масс барабана ну очень странный выбор на самом деле варить еще не барабаны так и украл драган слив уже поинтереснее на самом деле будет ловит темп ларка кексы побежали мне влетать пак минут визорио не стал телепортироваться не рискнул туда залазить поставил полю на троих или на сдувая здесь неона выкабы бегать им платы и никого не может найти кого убить себе подошел сзади лансер дал копьё и на этом все в принципе нормальный размен убили но за динайли правда здесь вышку в натике но убили лена получили вирту сам свой фраг и спокойно отошли не потеряв никого а нет все таки еще они не короче ну на понятно будут просто решили масс юников поиграть запушить эту и там и там не короче до 3 уровня грейдится опять гем есть на паке ну и для полной картине стоит еще алина купить не врачей чтобы совсем испортить жизнь на теком смаках побежали вирту сам чужой лес видим варды в принципе уже они не ставят просто в наглую бегают не опасаются засад фнатиков натики в свою очередь вардов наставили прилично по карте и сейчас тут найдут бх с твоих неотекс сайленсом фар добивается недавно линии фраг ли золердом с древого возможно не ожидал бх что хотя должны были видеть поэтому за место что там есть гем очень далеко он высунулся байбачится бх упака кстати 80 стата изобревает нюкса с десфингера очень нагло он сюда вылез один стальная команда его не поддержала и получил по башке или он зарабатывает себе в копилочку фраг конечно стату ли он 11 это в лучших традициях ну очень очень плохо очень много он на филе у бх 1 5 рубили 2 5 вивер вот со статой 3 3 не особо на самом деле тут получим бх а точнее темп ларкой вансер не так много не умирали и ассистов у них столько нет и у бх 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 все не как бы кб свой не собирают ну и вирту сап нужно идти менять оегис потому что рошан уже скоро попадет там через полторы минуты осталось разбили смака наставить масло уши кемп ларка будет по очереди взрывать оборонительный редук залетел ульт-профита закончится фортификой ты верующим быстро разберет сейчас этот барак его очень уже приличный дэмэдж ну побили барак я скупает терапиться им особо некуда время еще есть на размере добивание оппонента но залетает и на придать пак лагуна и минус бх сейчас конечно же еще и темп ларку добьют нет не пошли за ней виру льтит возвращается назад секс вашего фантома добивает его здесь вивер год лайк уже на паке добил сейчас леона куда пунктам чуть ли не фонтан уже за ним пошел туда бой бэк нас есть время потом лансер crazy конечно на паке здесь очень хорошо отыгрывает нашли здесь темп ларку одну несчастную и что-то лак визма какой-то был потому что завис во всем до лагает до ттв игру кстати смотрит 3200 человек из игры так не выберли из вивера этот несчастный орегис и сейчас он уже закончится потому что да сейчас он пропадет уже так и летит к нему мкб у него сейчас уже появится людей последний джевелин но самом деле правильно делать фнатики что не выходят не сдаются оттянут время мы выводят немножко из себя вирту сов борьбой до последнего тоже весьма весьма полезный ход в затяжном поединке особенно было 5 особенно учитывая что вирту со уже до этого играли кучу игр хотят их измотать просто поэтому они будут сидеть здесь до последнего пока им трон не убьет и в принципе правильно делать алина купила себе худую видимо чтобы от леона поменьше получать по башке все-таки 1000 хп всего лака хоть как защитит ну и сейчас все зависит от того как вырвется пак в этот замес пока не торопится сюда прыгать также там есть нюкс который может отлично залететь 34 застанет не крачами пока поломает вышку и сейчас опять наверно немножко отступят или золиор полетел вера надо поаккуратнее бегать у него уже нет орегис слишком дерзко бегает пак залетел с прокаст убивает ли он опять ли он там просто по кд вдохнет от пака конечно в хексию шансов там вообще не будет залетела никс на даггере стандал лансера темп лак сейчас тоже тут будет никуда она сюда не уйдет сейчас мы получим здесь стан и вивер ее добивает все выходит решили совсем до последнего фнатики не тянуть и 1-0 пользу вертусов по игре конечно получилось не совсем прям уж захватывающее до последней стадии игры но по пику очень даже неплохо они разнообразие команды выбрали героев но фнатики слишком переборщили с огельщиками нету в принципе героя который может дэмэдж принять но ты в бархе это не танк на самом деле несмотря на рефракшн такой дамаг она принимать не может в принципе тут нужен был какой-то герой способный держать на себе дамаг и заставлять наносить опять же это дэмэдж него что-то вроде магнуса надо было все таки пикать вот место наверно бы х видим финальный счет у нас пак 12 0 10 профи 4 1 13 4 3 16 дальше тут 9 13 9 3 12 имя ли он 114 это просто конечно notale это это тебе не мипа это тебе ними поэтому это не тот герой которым надо наверное все таки сажать но ты его не на таких героев потому что ну на лионе то ли он совсем не играл то ли просто игра не пошла но сами видите результат этого пика